и современная Россия. Пожалуйста. Добрый день, дорогие участники конференции, мои коллеги, друзья. Очень признательно организаторам конференции, что дали мне возможность сегодня выступить перед вами. Хотя я прошел разрешение у Игоря Федоровича, не будет ли мой доклад таким излишне критичным, и как он может быть воспринят аудитории. Но этот ВУЗ, которым мы присутствуем, он всегда отличался тем, что в этом ВУЗе всегда говорили правду. Здесь работали всегда особенные люди, о которых сегодня некоторых из них вспоминал уважаемый наш проректор, профессор Бородавкин. И вспоминается в этой связи, когда вот люди приучали и наши государственные деятели говорить правду. В частности, министр общего машиностроения Афанасьев, который руководил министерством, которое управляло всем ракетостроением в нашей стране главным щитом Советского Союза, а сегодня и России. Когда один американский президент Генри Форд приехал во Владивосток для встречи с Брежневым, он ему говорил, слушай, значит, я тут вот еще как бы молодой на похвате, значит, мне надо у себя в стране зарабатывать авторитет, а сейчас речь о разоружении. Тогда уже появились знаменитые ракеты, которые создавал Владимир Федорович Уткин, который сейчас называется тамной, ракета Р-36, которая в себе несла потенциально 30 ядерных зарядов, которые могли с залпом одной ракеты уничтожить все Соединенные Штаты Америки, всю территорию. Но по договору о сотрудничестве ограничили 10 только зарядами эту ракету, и все равно она представляла огромную опасность для Соединенных Штатов. У них ничего подобного не было. Создал этот выпускник нашего университета Владимир Федорович Уткин и его брат, который занимался разработкой пусковой установки, это создавал птичку-ракету в Днепропетровске, это пусковые установки. И поэтому, но Брежнев стал звонить главным конструкторам, ему, вот этому Афанасьеву. Афанасьев стал звонить Уткину, требует, значит, уничтожить одну-две ракеты, показать, что мы вот идем навстречу Америке, и все. А тот сказал, передай Брежневу, ни в коем случае ни одной ракеты мы уничтожать не будем. Вот пример гражданской позиции человека, который говорит главе государства, всесильному главе государства, что вообще-то сегодня нужно делать. Так они ни одной ракеты не уничтожили, и до сих пор стоящие на вооружении 52 боеводы, это модификация этой ракеты, они составляют основу национальной безопасности нашего государства. Это сделали выпускники ВНФ, но это особая статья, что действительно вот эта плеяда уникальная, Герберт Ефремов, который заменил Челомея, его ракеты баллистические стоят на вооружении, там порядка 30-40 штук, вот Уткина, воевода, Сатана, последняя версия вот этой Сатаны, они пока обеспечивают национальную безопасность. То есть, если бы их не было, не было бы уже сегодня и государства российского, было бы то же самое, что на Украине, а может быть еще и хуже. Поэтому, вот я как бы прям вот такую сделал, и мой доклад сегодня состоит в следующем. Значит, что представляет собой экономика нашей страны? Это очень важный вопрос. Недавно, в течение этого года, американский президент Обама дважды выступил публично и высказался об экономике нашей страны, России. В январе, выступая перед ежегодным посланием к Конгрессу, он сказал, что мы разорвали экономику России в клочья. Это январь месяц. А три недели тому назад, может быть четыре, в конце, по-моему, октября, он сказал, что господин российский президент, господин Путин, зарыл экономику России в землю. Ну, как бы два взаимно исключающих обстоятельств. То есть, или это мы, кто это мы, надо только догадываться, или это сделал российский президент. Но суть остается одна. Значит, что собой все-таки представляет реально, отвлекаясь от этих местоимений, персонали, а что собой представляет экономика нашей страны, нам это, ну, не безразлично. И, к сожалению, в последние годы в публичной политике в нашей стране, а экономика, она неотрывно от политики, сложилось мнение о том, что весь предшествующий период, ну, период Ельцина, до него весь советский период, и экономика находилась в таком тяжелом состоянии, что она не могла воспроизводить даже товары в первой необходимости, не могла воспроизводить продовольствие. Это послужило основой того, что это государство развалилось. Не мог воспроизводить товары необходимых объемов, натуральных показателей, и не мог производить продовольствие. И делается вывод о том, что вот только новая экономика, либеральная рыночная экономика, которая пришла ей на смену в новой России, она выведет Россию из тупика, ликвидирует вот это подорное прошлое, и этой экономике не страшны никакие мировые экономические кризисы, хотя определенные трудности всегда признаются, что они есть. Но мы справимся с ними. Вот этот ледяной даже сомнений по поводу состояния нашей экономики и ее устойчивости, он пролился в первом квартале прошлого года, там январь-февраль, когда впервые вдруг стало ясно, что интегральный показатель развития экономики государства, валовый внутренний продукт, вдруг является по факту не только положительным, нет прироста, но он даже декларировался 0,5%, а потом по факту он оказался отрицательным. А в последующие годы, в частности по итогам 2014 года, он вообще ушел в минус несколько процентов, в минус 3,5, минус 5, минус 7, разные источники, ну и конечно в этом году мы тоже выйдем с нулевыми показателями вот роста экономики. Вот это вот высказывание Барака Обама, оно было связано с тем, что были введены в этот период как бы санкции по отношению, я употреблю слово как бы, по-разному можно к нему относиться, санкции против России, и появилось объяснение, что почему экономика России сегодня находится в довольно тяжелом состоянии. Но, как бы, с этим трудно довольно согласиться, с такими вот моделями, но в прошлом году я написал и выпустил книжку, которая называется «Реальная экономика советской современной России». Эта книжка родилась по смешному совершенно поводу, необычному. Я сижу, смотрю телевизор, выступает один известный политолог, я его фамилию не помню, он постоянно участвует в программах. Он говорит, да, мы знаем, что есть вот экономические трудности, вот в нас в сельском хозяйстве есть трудности, не хватает техники, но мы же развиваемся стремительными темпами. Мы выпустили, например, за последние три года, в три раза увеличили выпуск, в два половины раза увеличили выпуск тракторов. Затем он говорит, что да, у нас тяжелые проблемы со шлейной промышленностью, китайский ширпотреб нам, конечно, сейчас заменяет, но мы успешно развиваем легкую промышленность. Мы в пять раз увеличили выпуск катских станков. Я-то сижу, все слушаю, там, вью чаю себя на даче, а я же знаю реальную ситуацию. Полез в справочники, что оказывается, оказывается, что да, он абсолютно прав, он сказал абсолютную правду. Действительно, в 2009 году в нашей стране выпускалось там шесть небольших тысяч тракторов, а в 2012 году, о котором он говорил, их выпускалось около 15 тысяч. В два с половиной раза больше 250% прирост. Да, действительно, в 2009 году мы выпускали 13 катских станков, а в 2012 мы стали выпускать 43 станка, да? Действительно, рост... 64 станка. Действительно, рост там в пять раз. 500%. Но он не говорит о том, что еще 10-15 лет тому назад, в 90-м году, трактора выпускалось не 15 тысяч штук, а 260 тысяч штук. Он не говорит о том, что станков ткатских 15 лет тому назад, еще в 90-м году, выпускалось не 64 станка, не 13 станков, как в 2009 году, а выпускалось свыше 20 тысяч станков. То есть, по сути дела, он с одной стороны прав, а с другой стороны, ну, он не врет народу, он не говорит правды. И это пример, как политические технологии работают в воздействии на граждан, они успокаиваются, да, у нас все в порядке, экономика растет. Значит, он мне напомнил мою маму советского периода, когда рапортовали по радио, вдруг говорили, что да, вот там у нее бывало урожай, там что-то масло и чего-то собрали, и мать говорили, а тут Петька, беги в магазин, покупай там это масло, его скоро не будет. Это как бы вот высказка правды из советского периода, но она есть. Ну вот я, поэтому я решил написать вот книгу, по которой я этим давно занимался. Занимался в основном я анализом состояния обороноспособности наших государств, как бы ректор военмехов в свое время, в Государственной Думе я руководил, комитет, возглавлял комитет по оборонным направлениям в России, входил в комитет по закрытым статьям бюджета России, поэтому я как бы ориентировался в этой сфере и знал экономику. Я написал первую вот эту книжку, где, по сути дела, по данным официальной статистики, где говорится о том, что собой представляет реальная экономика сегодня. Ну а в этом году, после выступления Барака Обамы и других, я эту книжку как бы вот и изменил, вышло второе издание. Ну не в том, что его смысл в два раза, оно толще, а в том, что она достаточно информативна. Вот эта, по сути дела, книга должна лежать в том числе и на стороне у президента Путина. Я ему обязательно эту книжку пошлю, пользуюсь с ним давным знакомством по совместной работе в мэрии Санкт-Петербурга и другим руководителям. Они должны, по крайней мере, не говорить, что мы не знали, они должны знать, что собой представляет экономика нашей страны. В том числе, господин Медведев должен знать, когда он выступает и говорит, что мы добились небывалых успехов в развитии экономики нашей страны, вот в частности в сельском хозяйстве, в животноводстве, три программы. Он говорит, что мы идем стремительными темпами, развиваемся, как никогда в советский период. Но если бы он лично заглянул бы в данные официальные статистики, например, он бы увидел, что, например, в 2006 году была введена первая программа государственной поддержки сельского хозяйства, потом еще следующие программы сменяли друг друга, и сегодня программа с 2008-2018 год работает программа, но прям по животноводству он увидел, что в 2006 году, когда начали работать эти программы, направленные на развитие, на полях России послось 21,6 миллиона голов крупного рогатого скотка, бычков и буренок. А когда он выступал, вот в этом году, в Брянске, по проблеме животноводства, и говорил о небывалых успехах в сельском хозяйстве, их уже послось 19,1 миллиона. То есть на 2 с лишним миллиона, на 2,5 миллиона уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, когда работали программы по развитию сельского хозяйства, на которые было затрачено, как он сказал, 390 миллиардов рублей. Ну, тогда еще 30 рублей, стоило это примерно 12-13 миллиардов долларов. Я подсчитал, поедничать люблю, что на уничтожение одной буренки ушло от одной до двух тысяч долларов. Не на то, что развитие, чтобы приросло, а на уничтожение одной коровы. Поэтому это очень полезные, вот такие книги, хотя они не создают чести и славы тем, кто это делает. Ну, наше дело, как бы, ну, говорит то, что есть. Как будут развиваться события, посмотрим. Некоторые вещи по состоянию сектора реальной экономики я бы вам хотел вот сегодня представить. Мне отмели 25 минут, вот так. Вот первый слайд. Значит, здесь речь идет, в моем докладе, нет бюджетной сферы. Есть только сфера промышленность, машиностроение, производство, пищевая промышленность, ну, промышленность, в широком смысле слова, и сельское хозяйство. Никакой бюджетной сферы здесь нет. Ну, и, конечно, вот, некоторые я слайды покажу, потом скажу об общающей графике, каким выводом я пришел. Производство металлорежущих и ткацких станков. Вся книга построена таким образом. Есть таблицы, это официальная государственная статистика, много времени я потратил, чтобы за предшествующие годы, статистика сегодня не публикует данные по прошлым годам. А вот графики, многие из которых построил я сам лично, а многие я взял из блестящей, уникальной работы, вышедшей уже после моей книги, книга, белые книги, которые автор Сергей Карамурза и, по-моему, Гражданкин Александр Иванович. Ну, вот, например, как построена книга и что в ней сказано, чтобы вы больше доверяли тем таблицам, которые я проведу. Например, производство металлорежущих станков. Если у тебя нет металлорежущих станков, нет металлообработки, значит, ты ничего сделать не будешь, у тебя отсутствует всяческое машиностроение, у тебя в стране нет. Особенно, если точное машиностроение. Значит, к сожалению, ситуация такая. Вот 2013 год, 1985 года, осталось 3,6% по отношению, скажем, к 80-ти тысячам станкам 1985 года. Вообще, книжка была построена таким образом, что я проводил сравнение с 1985 годом. Хотя в графике они есть и информация по всем предшествующим периодам. Почему я взял 1985 год? Вот здесь вот присутствуют наши преподаватели старой формации. Мы все, когда на кафедрах общественной наук занимались, чему нас учили? Иосиф Виссарионович Сталин, упомянутый здесь сегодня. Значит, когда он проводил первые пятилетки, он всегда сравнивал экономические показатели пятилеток с 1913 годом. Успешным, последним успешным годом в Советской России. Ну, это было как бы альфа и омега. И всегда, когда особенно показатели были хуже, вот нынешние показатели, он всегда, значит, возил всех носом, но не так, как об этом сказал сегодня наш профессор Бородавкин. Не мог себе Сталин, интеллигентный человек, позволить этого. В мемуарах никто никогда не говорил, что он себе мог позволить даже. В таком вот духе маршалы, да, выступали, столько этих мемуаров написано. Он никогда себе этого не позволял, поэтому я высказал, не зная как бы точно, что он не мог этого сказать. Так вот, он всегда говорил, особенно когда были хуже наши показатели, ну, он просто принимались меры, но сравнение всегда было. Поэтому мне показалось, что я взял этот эталон, как там, 13-й год, я взял 85-й год. По сути дела, это последний год советского периода России. Умер Брежнев в 82-м году. 85-й год закончилась последняя пятилетка, принятая при Брежневе. Там пришел Горбачев, ну и что там было, мы являемся уже все свидетелями того, что произошло и где мы сегодня находимся. По сути, это последний год советской власти в нашей стране. 85-й год. Хотя последующие вот годы, многие показатели были даны лучше до 90-го года, чем 85-й. Но я взял за базу 85-й год. Поэтому осталось вот 3,6% сегодня в станкостроении. А это значит, у нас в этой отрасли нет. Значит, мы не можем выпускать станки, значит, мы не можем производить машины. Кстати, я бы хотел напомнить, занимаясь в свое время проблемой оружия и вооружения, а я сам был заведующим кафедрой ракетостроения, много времени не уделял анализу вооружений, знаю все мировые справочники, проводил анализ, богатая библиотека, ну побольше, чем по экономике вот здесь. И вспоминается выступление одного американского, и он был одним из идеологов американского образа жизни, министра обороны Роберто Мактамары, который в 1965 году, когда выступал перед Конгрессом с предложением об увеличении военного бюджета, он говорил, что нам нужно обладать таким оружием, с помощью которого мы могли нанести Советскому Союзу неприемлемый ущерб. Его конгрессмены спросили, а что такое неприемлемый ущерб, объясните нам. Он сказал, для этого мы должны сбросить на территорию Советского Союза ядерные заряды общей мощностью примерно 400 мегатонн. Для справки, одна мегатонна это примерно 50 атомных, по мощности, 50 атомных боб, которые были сброшены на Хиросиму. Он сказал, это нам позволит уменьшить население Советского Союза от одной пятой до одной четверти и уменьшить промышленный потенциал Советского Союза на 50 процентов. Почти на 50 процентов. Поэтому этот ущерб называется неприемлемым. Поэтому, когда мы смотрим на то, что собой сегодня по натуральным показателям собой представляет экономика, сколько процентов оставляет по отношению к советскому периоду, можем себе судить насколько изменилась экономика, разрушилась или увеличилась. Есть некоторые цифры, где увеличилась, я о них скажу. Поэтому делается вывод, что, скажем, раз у нас металлорезающих станков нет, значит, вот этого в промышленности нет. Ну и тканские станки упомянутые многие, кстати, я вот цифры помню. Вот то же самое. Но в целом 0,2% осталось от 85-го года 21 тысяча. Пожалуйста, в следующий график. Многие графики здесь показывают, что у нас отсутствует и самое печальное, много колдычит у нас говорят о так называемых инновационных технологиях, тем более обкраплении нанотехнологий в инновационные технологии, но, к сожалению, у нас отсутствует практически производство автоматических, полуавтоматических линий, многопрофильных станков, станков с числовым программным управлением, электроэнеразионных станков, каждый из которых стоит не полторы тысячи долларов, мы покупаем станки, порядка 100 тысяч станков мы покупаем за рубежом, но каждый примерно стоит полторы тысячи долларов, но это не станок, а неизвестно что, я отслеживал, сколько мы купили станков конкретно по годам, сколько за них мы заплатили, мы выявляли стоимость одного станка, полторы тысячи долларов, нормальный станок, многофункциональный, как у нас в свое время я привезли знаменитую фирму Шармин Технологи, они поставили станки в институте, чтобы могли наши студенты на них работать, каждый из которых стоил 500 тысяч евро, вот сколько стоят сегодня эти станки, дальше, ну, сельское хозяйство много говорят тракторы, но производство тракторов, к сожалению, сегодня составляет 3,3% в 2013 год к 85-му мы производим в 2013 году 8,7 тысячи, вот упомянутый в 2009 год к 2012, там, где 2,5 раза возросло с позиции этого политолога, выпускали 260 тысяч, это означает, что у нас с вами нет трактора строения, а раз нет трактора строения, значит, у нас с вами мы не можем собственными силами строить инфраструктуру, строить дороги, пахать целину и так далее, возить эти плуги там сеялки, веялки, подборщики всякие, значит, отрасль разрушенная более чем на 50%, 3% всего осталось, значит, ее невозможно, а нанесен неприемлемый ущерб, тем более исчезли и мощности дальше. Ну, много там написано об упущенной продажной стоимости, я понимаю, что это не совсем точки зрения экономистов, фарфиональные экономисты могут меня попритиковать, ну, например, какая упущенная продажная стоимость, если бы в 2013 году производили трактора столько в 85-м году, 260 тысяч, вычитаем, сколько мы сегодня производим, и вот эту цифру умножаем на среднюю стоимость трактора, по которой мы покупаем сегодня за рубежом, на 21 тысячи долларов, ну, вот ущерб только от того, что мы недовыпускаем, 5,3 миллиарда долларов, это довольно серьезная цифра, хотя она говорит о многом, а может быть и ни о чем. Дальше. Ну, то же самое строительные дорожные машины мы сегодня не увидим на наших дорогах, машин, которые мы производим. Действительно, вот эти все бульдозеры, автогрейдеры, катки, экскаваторы, вот какой их объем выпуска, значительно меньше 50% по отношению к застойному периоду Советской России, по отношению к 85-му году. Бульдозеры, 8% автогрейдеры, 20% экскаваторы 6,7, как и дорожные вообще, по-моему, не производятся. Тоже отрасль находится по объему выпуска, вот многие информативные это книжка, как машина времени переносит нашу промышленность в какой год советского периода. Но, в частности, производство бульдозеров 47-й год. А, кстати, по металлорежущим станкам, вот объем тот, который был, у нас относится к 1929-му году. В 1929-м году мы выпускали 3600 станков. Еще Сталинская петилетка только начала. Ну, дальше. Поэтому, вот этот вот раздел объем производства в 2013-м году, к какому году советского периода России относится, эта информация, конечно, она впечатляющая, она должна задуматься тем, кто отвечает за развитие нашей экономики. Производство легковых автомобилей, конечно, выросло, благодаря отверточным производствам, мы сюда допустили мировых гигантов, но, к сожалению, они вывозят свою прибыль за рубеж, они же не вкладывают деньги в нашу экономику, они вывозят прибыли, и вот сейчас все заводы практически остановились, общий выпуск автомобилей, по данным, которые сегодня говорят, специалисты уменьшатся на 50%, примерно, но некоторые говорят, что возможно на 30% уменьшатся. Почему? Потому что они не делают запчастей, их должны были заставить здесь делать запчасти, чтобы они не привозились за рубежа в разобранном виде, они налогом не облагаются, а чтобы они делали здесь, и чтобы могли бы это производство, если случится мировой кризис, санкции от этого отрасли работали. Они сегодня не работают, поэтому резко уже вот сейчас, мы получим в 2015 году, по сути дела, 1 миллион, 200 автомобилей и наших, и зарубежных фирм, которые выпускаются у нас. Но производство грузовых автомобилей, к сожалению, находится на уровне 52-го года. Вот столько, сколько мы вот их здесь выпускали. Пожалуйста, дальше. Ужасное, безусловно, состояние с выпуском лекарственных препаратов. По сути дела, у нас нет фармацевтической промышленности, она исчезла. Так же, как исчезла выпуск вот этих вот всех лекарств, антибиотиков, витаминов, салицилов, сульфаниламидит, препаратов. Они даже перестали публиковать официальные статистические данные. Их можно как-то подпольно доставать, и они известны, я их здесь не привожу, хотя знаю, и ориентируюсь только на цифры официальной государственной статистикой. Но производства этих лекарств и сегодня в про сути дела нет. Мы не производим а государственная программа развития химико-фармацевтической промышленности до 2018 года, она говорит о том, что мы покупаем патенты зарубежных фирм и внутри производим. Если какой-то фирм сбритнет, или это правительство скажет, нет, закрой патент, они закрывают патент, у нас нет, и мы ставим наше население по угрозу вымирания, потому что мы не производим лекарственных препаратов в своей стране. Это крайне серьезная проблема, и, к сожалению, вот осталось 4-8%, а вот этих препаратов практически нет, менее 1% в нашей стране. Мало того, что они выпускают, но и кадры разрушены, знаменитые наши химико-фармацевтические вузы, наука, образование, оно все ушло туда, на запад, и там успешно производят то, что потом к нам все допустим пойдет дальше. По производству гладчаток бумажных тканей мы находимся с вами в 2047 году производство льминых тканей в 19 веке мы никогда столько мало не пропускаем, таблицы тут соответствующие все есть, но дальше в 1949 году мы находимся в 2049 году еще несколько 2-3 слайда покажите, пожалуйста, производство базовых пищевых продуктов следующие, производство говядины и телятины красное мясо когда оно нужно нашему населению потому что все поколения тысячелетняя история когда мужчины и женщины ели мясо население росло значит сегодня к сожалению вот это производство оно ушло в 61 год по производству мяса то есть это больше более 50 лет тому назад мы упускаем по-моему 8 9 процентов отсталости от советского периода но к сожалению оно заменилось мясом бройлеров и вот вы знаете что действительно прав наш премьер министр Медведев когда говорит что мы сегодня по объему выпуска мяса мы вышли на показатели советской России и даже превзошли его тоже вот вам прав действительно но это произошло за счет того что мы развили в нашей стране резко сократив производство вот этих красного мяса мясо говядины там телятины баранины за счет того что мы выращиваем бройлеров этих бройлеров выращивают у нас сразу национальные корпорации в основном это Франция это Голландия частично Соединенные Штаты Америки значит они привозят этих суточных цыплят самолетами сюда 2 миллиарда яиц мы закупаем за рубежом и на бройлерных фабриках неизвестными кормами состав которых нам неизвестен что мы чем их питаются конечно значит вот это производство этих бройлеров они по сравнению с нашими синими курицами весят 2,5 и 3 раза больше и за счет того что хотят сегодня поголовье вот этих птиц 445 миллионов меньше чем 660 миллионов в советской России но они в 3 раза в 4 раза больше весят и поэтому по объему мяса мы производим мясо в 3 раза больше чем в советский период поэтому мясо больше но ученые наши к сожалению пока не отреагировали до сих пор что же произойдет с нашим питанием когда они заменили тысячелетнюю историю питания населения они заменили другой структурой питания и с использованием белков это непонятных вот этих бройлеров которые мы сегодня видим ну и наверное все производство хлеба тоже находится на уровне 50-х годов значит я предлагаю закончить вот это хождение по мукам эти долины и взборья и таблиц вот итогом стало такой набор трех обобщающих таблиц вот вот эти во всех официальных изданиях которые есть российский статистический ежегодник официальные цифры государственной статистики речь идет о примерно 300 показателях ну значимые там нет сколько мы коробков список выпускаем или там чего-то ну есть сколько там тонны километры там миллионы тонн мяса там миллионы или там тысячи тонн локомотивов паровозов там всего но базовые показатели относящиеся не к сфере госбюджета а к сфере промышленности и сельского хозяйства их примерно 170 вот эти все 170 я вытащил из этих статистических данных и систематизировал вот к сожалению вот снижение производства промышленной сельхозпродукции в современной России по сравнению с советским периодом вот здесь я вам уже приводил данные вот например металлорежущие станки 2013 год в 85-м году 3,6% и где мы находимся по производству в 2013 году это соответствует 29-му году советского периода России РСФСР я говорю здесь не о Советском Союзе речь идет о всех этих цифрах РСФСР то что сегодня мы называем Россией скатские станки 0,2% это 31-й год вот справа если вы посмотрите показатели из этих 150 показателей примерно 55 вот в правой графе написано хуже 2000-го года это означает то что в 2013-м году производство металлорежущих станков хуже то есть их меньше выпускается чем в 2000-м году когда в управление государством пришла новая команда вот из 150 или тут сколько я не буду конечно все смотреть показатели и примерно 50 показателей снизились с 2000-го года по сравнению с тем что мы сегодня имеем 2013-й год а это судя по всему последний назовем успешный год новой экономики России потому что 2014-й год и 2015-й год где валовый внутренний продукт идет в резкий минус на уровне 3,5-4-5% ясно что эти показатели не могут быть лучше чем в 2013-м году по сути дела 2013-й год да все я наканчиваю да все сколько 5 минут я просил чтобы за время сейчас значит вот это как бы машина времени которая переносит вот эту вот экономику современной России туда ретроспективно назад ну и конечно большое сожаление вызывают вот эти показатели которые меньше 50% вспоминаем критерии Макнамары непринемлемый ущерб для государства когда разрушено более 50% здесь мы видим разрушено более 96% да разрушено вот здесь почти 100% здесь тракторы тоже 96% все то есть это отрасли они не восстанавливают мы не можем эти отрасли восстановить и мы вынуждены будем покупать если нам не запретят дядя Сэм или кто-то другой покупать если не наложен санкции мы не можем покупать за рубежом мы не сможем тогда выращивать хлеб еще что-то делать там строить дороги и так далее следующий ну вот здесь по всем направлениям значит показано состояние экономики вот к сожалению вот эти все 26% но есть отрасли где вот там 105% по картону хотя по объему это 86-й год это относится к 85-му году оно все равно это эти 105% нынешние они относятся к 86-му году советского периода к сожалению разрушенная промышленность строительного комплекса вот мы находимся где в промежутке от 64-го до 74-го года дальше легкая текстильная промышленность тоже мы находимся 47-й год 53-й год 50-й год 49-й год к сожалению все эти показатели нынешние они хуже чем 2000-й год когда Россия управляет новая команда пищевая промышленность тоже вот мясо говядины 9% всего производим мясо баранины 4-7% то есть 5% подсоевского периода то считай что это тоже этих отраслей нет восстановить их невозможно кстати говоря есть мировой опыт который говорит о том что если ты в результате каких-то действий кризисов мировых или чего-то потерял 1% прироста в данной отрасли продукции потерял 1% от объема выпуска то тебе потребуется как минимум тоже 1 год для его восстановления а в сельском хозяйстве если ты потерял 1% для восстановления при сохранении конъюнктуры экономики которая была до какого-то локального кризиса времени нужно в 2 раза больше поэтому трудно себе представить что можно скажем каким-то образом похлопчатой бумажной ткани где мы находимся в 1947 году на которые в советский период вкладываются централизованные огромные деньги вкладывались нам трудно будет восстановить в этом отрасли тоже не восстанавливают вы считаете что легкой промышленности нет будем носить китайские вот этот китайский ширпотреб к сожалению это тоже хуже в ходе числа 50 с лишним показателей которые хуже в настоящее время чем было в 2000 году ну и еще два следующие народное потребление и другие все показатели они тоже показывают видите все цифры до 50-го года до 61-го года значит мы прекратили вот этот график я сейчас уже заканчиваю всякой таблицей наша страна перестала перевозить людей то есть по количеству объема перевозок в миллионах пассажиров или там тонны каких-то перевозок пассажирских грузов мы находимся с вами вот смотрите где 56-й год 62-й морской транспорт до 41-го года как будто нас эти немецкие подводные лодки или американские стоят на пути наших судов морских уже мы еще не перевозим что там осталось до 41-го года даже этих данных нет еще ну и и так далее могу сказать что даже в тех отраслях которые кормят сегодня нашу экономику я имею ввиду это добыча природных ресурсов это добыча нефти и газа мы тоже не превзошли экономические показатели 85-го года примерно 87-88 процентов по добыче нефти железной руды и других единственный показатель по которому мы превзошли это добыча газа добыча газа действительно в советское время мы добывали 640 миллиардов кубических метров газа 85-й по 90-й год а сегодня мы добываем порядка 670 то есть мы добавили 30 процентов за 30 лет по одному проценту в год хотя в советский период мы каждый год добавляли по 60-70 процентов при росте газа ежегодно мы добавляли когда разворавливали болота Северной Сибири вот ну и значит я заканчиваю ну вот хотел бы на фоне вот этого негатива который я вам хотел сообщить я тщательно искал а что же мы сегодня по каким показателям мы превосходим я сейчас заканчиваю потерпите не буду значит по каким показателям мы все-таки превзошли злосчастный вот этот застойный советский период вот оказалось такие показатели есть в 14 возможно узкие специалисты найдут еще что-нибудь в более мелких деталях но честно говоря я сомневаюсь я очень тщательно искал но оказалось по табаку 320 процентов это антисоциальная продукция пусть кладбище России дают ответ на то значит как мы оцениваем вот прирост производства табачных изделий алкогольная продукция в два раза приросли химически грязные технологии которые каждая страна стремится выпекнуть из своей территории поэтому они востребованы на мировом рынке они остались и приросли здесь видно вот эта химическая промышленность вот она здесь есть удивительный совершенно один показатель вагоны железнодорожные грузовые 220 процентов я был в шоке когда узнал но возглавляю я хочу напомнить что возглавлял в этой отрасли выпускник Уин Меха Якунин наш знаменитый выпускник скажу крамольную мысль по-моему его за это сейчас и изгнали за то что вот эти 220 процентов сделал превзошел эти показатели советского периода это единственное отрасли но автомобили легковые я вам говорил за счет сборочных производств этих международных гигантов которые приносят только вред они пользуют они выводят прибыль за рубежом кстати говоря мы с вами до 13-го года в нашей стране производили примерно 2 миллиона машин миллион значит в числе которых были примерно миллион наших машин отечественная сборка там вазы всякие потом вот эти зарубежные автогиганты а еще один миллион машин мы повозили из-за рубежа мы совершенно гигантские суммы тратили на год порядка 40 миллиардов долларов мы тратили на то чтобы покупать эти машины вот эти 5 процентов людей у которых сосредоточено 90 сегодня процентов доходов нашего государства это конечно они эти машины покупали ну вот еще мясо домашней кисти о чем я сказал 348 процентов я сказал почему что мы едим что это за корма какие кормовые добавки которые этим роллером которые неподвижно сидят жиреют в этих клетках дают и для чего чему это предмет последний мы не знаем мы очень довольны что горячиха приросла на 8 процентов за 30 лет стоило из-за этого разрушать Советский Союз ну и овощи 125 процентов в основном сахарная свекла которая идет на производство спирта вот это все что мы имеем прирост в современной России по отношению к Советскому значит я заканчиваю два графика самих последних рекомендуется резко выросли объемы импорта под продовольствие сельхоз а сейчас все бегают с импортозамещением вопрос как ты будешь импортозамещать если у тебя нет тракторов у тебя нет сейл двери лугов тракторный парк сегодня сократился до уровня 1941 года я эти цифры взял когда считал материалы юрнбергского процесса при Германии Германии прежде чем напасть на Советский Союз делал аналитический обзор состояния сельского хозяйства в частности наличие парка тракторов германскую армию нужно было снабжать продовольствием они всячески стремились сохранить то что есть толхозы наши совхозы тракторы сколько их вот я там эта цифра она была на уровне 260 тысяч этих самых тракторов всего 560 тысяч в Советском Союзе на долю оккупированной России приходилось вот порядка 260 тысяч тракторов наших тракторов нет поэтому мы сами вынуждены импортировать продовольствие сельхозцебио из-за рубежа ну вот если возьмете в 2020 год на 7 миллиардов долларов мы привозили продовольствие из-за рубежа то в 2013 году мы привозим уже на 43 миллиарда долларов то есть а всего мы даем наше сельское хозяйство из нашего бюджета сумму эквивалентную 6 миллиардов долларов вот какова поддержка сельского хозяйства со стороны государства сколько раз говорили и я в государственной думе выступал неоднократно приблизьтесь хотя бы тем 18 миллиардам которые РСФСР вкладывало в сельское хозяйство и мы были одной из самых сытых одной из самых обеспеченных по объему продовольствия страной в мире мы производили продовольствие в два раза больше чем требовалось для населения поэтому когда вы слышите что говорят что там я стоял в очереди за колбасой это все чушь это все в районе это политические технологии мы производили такие объемы которые значительно превышали объемы которые нужны нам мы с нашим объемом продовольствия который мы производили 85-86 по 90-й год мы могли кормить не только весь Советский Союз мы могли кормить еще 500 миллионов человек населения я говорю по объему другой вопрос что с ними делали как оно распространялось мы кормили еще полмира поддерживая вот эти движения народно-освободительные за рубежом которые сковывали силы Соединенных Штатов Америки и не позволяли им сосредоточиться на ударе в отношении Советского Союза но к сожалению конечно 43 миллиарда долларов возможно что-то уменьшится но мы вынуждены будем продовольствием в базисе все эти эмбарго которые мы открываем якобы наносим ущерб в Европе они ни к чему не приведут значит и если не будет сделано кардинальных изменений в экономике в приоритетах экономики и главное как организовывать как организовывать хозяйство мы конечно из этой игры не будем ну резко снизилась и численность промышленного производственного персонала видите по уровню среднегодовая численность промышленного производственного персонала в 2013 году находится как в 1950 когда население было не 143 миллиона человек а 120 там даже было ну и о промышленности вообще машиностроение по численности людей занятых машиностроением относимся к 1940 и самый последний по финансам одна секунда к сожалению общий внешний долг который имеет наше государство многие говорят что внешний долг на уровне государства там 50 миллиардов долларов в нашей заимствовании да правильно это государственное заимствование правительство там для каких-то целей в работе с ценными там бумагами оно имеет такой долг но общий долг к сожалению он все равно находится вот на уровне по годам он был разный вот внешний долг в 2014 году был примерно 740 миллиардов долларов 740 миллиардов долларов если посчитать на душу населения на душу населения приходилось около 5000 долларов каждый из нас должен в то время как здесь показано сколько на душу населения приходилось в советский период вот здесь вот эта цифра сотни долларов исчислялась в основном это госзакупки зерна мы брали деньги на госзакупки зерна 60, 40, 50, 100 долларов вот он там гигантский вырос и к сожалению вырос после 2000 года когда наш долг вырос там на сумму более 300 миллиардов долларов золотовалютные резервы наши к сожалению которые накопились благодаря тому что американцы в 4,3 раза повысили стоимость нефтеномерных рынков с 2000 года по 2013 год появились допасы но они не вошли в экономику они были стерилизованы за рубежом они шли на кредиты той же Америки под 1,7% годовых я когда был в думе мы заставили Степашина чтобы он огласил цифры под какой банковский процент мы даем наши деньги в Соединенном Штатах Америки 1,7% хотя кредиты в Европе везде минимальные 8-6% ну это Япония там нулевые кредиты или в исландских государствах там процент кредита 0 у них пока рано нельзя но к сожалению эти деньги были стерилизованы они не послужили и вот ситуация которая нас в 2015 году это на сентябрь месяц значит на каждого из нас приходится долг 4200 долларов золотовалютные резервы внешний долг 559 миллиардов долларов золотовалютные резервы 385 миллиардов в конце года они будут 257 то есть огромная разница между запасом золотовалютных резервов будет примерно вот 257 а здесь 557 300 миллиардов долларов разница мы понимаем что хотя это вроде бы долги корпораций долгов государству мало но мы понимаем что нас взыщут эти деньги наши газовые корпорации повысит цены на газ на тепло все равно эти деньги заплатим мы с вами граждане недавно по телевизору прозвучало что в Молдавии проходит бунт потому что они нарастили вот этот долг для молдавского народа на 500 долларов на человека палатки минус правительство все у нас пока слава богу 4000 поэтому конечно нужно констатировать что если не будет произведены каких-то изменений в экономике не знаю знает ли это руководство страны а может быть просто верят своим чиновникам как Медведев верит тому что он говорит что у нас стремительно развивается животноводство мы невиданными темпами идем то толку не будет в книге описаны в моей что вообще делать это анализ ну если синтез как положено в любой научной работе это правда птебдая научная работа это данные официальной статистики это анализ который в каждой диссертации предшествует тому что ты там делаешь потом анализ литературы что называется но все равно должны быть сделаны серьезные шаги если вы захотите услышать я могу рассказать что нужно как делать по мнению вот моего ученых но я на этом закончу благодарю вам аплодисменты аплодисменты аплодисменты